Перед нашей камерой появился еще один участник нашего фестиваля, Олег Зайкин. Олег, добрый день. Здравствуйте. Как попали на наш фестиваль, как узнали о нем? Узнав, конечно, что идет о том, что сейчас очень все решивается, хорошо. Ну, естественно, спасибо Николаю Голову, за то. Оля, да, сейчас вся тяжесть организации легла на его плечи, поскольку у нас, у нас, у нас, у нас немножечко приболела. Желаем ей здоровья, желаем ей счастья, всего самого наилучшего. Лава, выздоравливай, борись, нет болезней, которые нельзя победить. Ну, а мы продолжаем наш сегодняшний разговор. По поводу интернета как раз разговор зашел. Как вы относитесь к тому, что сейчас любой материал, который появляется в интернете, расходится совершенно бесплатно. Артисты люди голодные, бедные, по себе знаю. Как вы считаете, это вообще нормальное явление, что любая песня, стихи, музыка, что угодно, она улетает бесплатно совершенно в интернет. Пользоваться может любой абсолютно. Ну, я считаю, это все-таки ненормально. Я считаю, что свои комиссионные, так сказать, артисты должны получать. И это правильно, потому что люди старались, работали. И у них должен быть результат, так сказать, их труда. Потому что, скажу больше, вот, допустим, вышла книга, поскольку я участвовал в конкурсе фестиваля Михаила Кругов, в Твери, вот, вышла прекрасная книга, чтобы меня запомнили, учредители Ольга Владимировна Медведева и сестра одна. Вот, и уже были к ней вопросы, а давайте сделаем в электронном виде, давайте это бросим в интернет. Она говорит, нет, дорогие друзья, давайте наложенным платежом на это вышлем вам. Вот, потому что так не годится, что желающих сразу перекачать, поинтересоваться очень много. Поэтому я к чему это веду, что это неправильно, я считаю. Обязательно должно быть все рецензионно, и люди должны покупать этот продукт, так скажем. Ну, опять же, я думаю, что этот момент еще и покажет степень популярности, степень таланта. Как говорят, зритель голосует рублем. То есть, если человек талантлив, если действительно он делает что-то интересное, что-то хорошее, люди будут покупать, он сразу, человек сразу для себя поймет, тем ли делом я занимаюсь. Совершенно верно, безусловно, это так. Я помню, был такой момент пару лет назад на пятом канале, мы были в открытой студии, как раз посвященной шансону. Зашел разговор о том, что вообще такое шансон, имеет ли право он на существование. Амберт Асадулин тогда шибко ругался на шансонье, на наше, говорит, он говорил, что невозможно одновременно и писать стихи, музыку, и аранжировку. То есть, типа, человек не может быть талантлив во всем. Я с ним тогда не согласился, сказал очень простую фразу, которая, на мой взгляд, актуальна и сейчас. Кто у нас самые богатые исполнители в России? Григорий Лепс, Григорий Лепс, Григорий Лепс, Стас Михайлов. Кто это, как не шансонин? Народ голосует рублем. Дорогие друзья, приглашаю вас на все наши мероприятия. Цены у нас совершенно гуманные, поэтому голосовать можно именно рублем, а не миллионом. Приходите, слушайте, покупайте то, что вам понравилось. Ну, а мы будем искать специально для вас людей талантливых, хороших, красивых, умных. Олег, встретимся на сцене. Спасибо большое. Всем желаю приятного прослушивания, приятного вечера. Спасибо. Итак, к нам приехал замечательный человек с Кузьмолова, родился в Колпино. Лауреат фестиваля, который проходит ежегодно в июле в Твери, Патри Михаила Круга. Сегодня мы приехали для того, чтобы для вас также исполнить одну из песен. Включайте, на этой сцене Олег Заидкин. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ну, я прежде всего хочу сказать, что я желаю вам прекрасного вечера. У нас можно танцевать, пожалуйста. И чтобы немножечко охладиться, охладить пыл, хочу спеть композицию «Зимнюю, морозную». Прошу вас. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Переведи часы назад. На пять минут, на день, на год. Переведи часы назад. Пусть время нам любовь вернет. Январьский снег засыпется, нарисуя пальмы на окне. Переведи часы назад. Переведи часы назад. Не вернутся. Не вернутся. Переведи часы назад. На тот последний разговор. На циферплате наугад. Застыдут стрелки в прежних днях. Переведи часы назад. Переведи часы назад. Как в первый раз. Переведи часы назад. Переведи часы назад. Как в первый раз. Прости меня. Переведи часы назад. Ей я никогда, никогда не вернулся. Не вернулся. Играет музыка Но стрелки зови, не зови Но стрелки по кругу несутся Мы что-то забыли прошедшей любви Ей никогда, никогда не вернуться Не вернуться Спасибо, спасибо вам Спасибо, Олег Ну и хочется пожелать Олегу от всего нашего фестиваля Чтобы на четвертом международном музыкальном фестивале Олег выступил уже со своей авторской песней Спасибо за пожелание Будьте спорны Благодарю, Олег Олег, огромное спасибо